Итальянцы помешаны на еде. Они постоянно о них говорят и при общении обязательно интересуются, что вы съели сегодня на завтрак или обед. Как англичане любят говорить о погоде, так же итальянцы обсуждают еду. Это неудивительно, ведь итальянская кухня действительно впечатляет многих. Многие рецепты имеют многолетнюю историю, а какие-то блюда появились довольно интересным образом. В этом выпуске мы с вами узнаем, почему родиной пиццы является именно Неаполь. Какие существуют виды пасты и причем тут черви и волосы. Какая оплошность привела к созданию ризотто по-милански, что скрывается за названием десерта тирамису. Пицца. За годы среднестатистический итальянец съедает около 7 килограммов пиццы. И да, в Италии принято съедать ее целиком. Итальянцы искренне возмущаются тем сценам из американских фильмов, когда коробку пиццы заказывают на целую компанию. Известно, что родина данного блюда Неаполь, а потому неаполитанская пицца считается одной из лучших. Здесь, в городе Мафии, расположено около 5000 пиццерий. Именно в Неаполе впервые соединили плоский хлеб и томатный соус, добавили специи и сыр. Изначально такое блюдо было местным фастфудом для рабочих, которые покупали его, чтобы поесть на ходу. На самом деле, история появления съедобного символа Италии началась еще в Древней Греции, во времена Новокаменного века. А по некоторым данным, может и еще раньше. Древние греки брали плоский хлеб, клали на него чеснок, лук и другие ингредиенты. Такое кушание можно назвать прототипом современной пиццы. В Неаполе же лепешка получила название пиццы. Она не имела конкретного рецепта, готовили ее все по-своему, добавляя то, что находили из продуктов у себя дома. Популярным блюдо было и среди бедного населения, так как продавалось на улице и стоило копейки. Одна из самых известных пицц называется Маргарита, которая, согласно легенде, была так названа в честь итальянской королевы Маргариты Савойской. В июне 1889 года Пиццайола Рафаэле Эспозито приготовил пиццу с томатами, моцареллой и базиликом, представив таким образом блюдо в национальных цветах королевства. Итальянские иммигранты уже завезли рецепт пиццы в Америку в 19 веке, а потом она стала распространяться и во всем мире. В разных странах могут быть свои рецепты приготовления. Так в Чикаго появился такой вид пиццы, как Чикагская, с высокими бортиками, которые потом можно съесть, окуная их в соус. В Канаде была создана гавайская пицца с ананасами. Придумал ее греческий иммигрант Сэм Панопулос. Итальянцы же не разделяют ничьей любви к гавайской пицце, и поэтому найти ее в итальянских пиццериях почти нереально. Обычно это можно сделать в пиццериях американских сетей. Сами же итальянцы даже выпустили свой пиццейный закон, который гласит, что итальянской пиццей может именоваться только та, в которой соблюдается классический традиционный рецепт. Существует целая ассоциация настоящей неаполитанской пиццы, Ассоциациона Верача Пицца Наполитана, в которой устанавливаются правила и выдаются сертификаты достойным пиццериям. В России есть один единственный ресторан, которому удалось получить сертификат этой ассоциации. Это ресторан итальянской кухни «Лучано». Блюдо стало настолько известным и любимым во всем мире, что ее заказывают даже космонавты. В 2001 году российская пиццерия доставила на МКС 15-сантиметровую пиццу с солями. Получил ее наш космонавт Юрий Усачев. Нередко блюдо попадало в Книгу рекордов Гиннесса. Самая большая пицца была приготовлена в Риме 13 декабря 2012 года и была диаметром 40 метров и весом в 9 тонн. А самой большой пиццей, которую можно купить, считается техасская в городе Берлсон. Ее диаметр составляет почти 2 метра. Неофициальное название пиццы – автобус, так как она имеет прямоугольную форму. Заказывать ее необходимо хотя бы за 2 дня. Стоит такое удовольствие 300 долларов, не считая налога. Паста. Если вы хотите подружиться с итальянцем, не только не заказывайте при нем пиццу с ананасом, но и не ешьте пасту с кетчупом. По мнению итальянцев, так делают только французы, не имеющие вкуса. И тем более, ни в коем случае не ломайте спагетти, чтобы поместить их в кастрюлю. Существует огромное количество разновидностей пасты. Спагетти нам уже известны, но есть еще и спагеттини – тонкие спагетти. И спагеттони – толстые. По окончаниям, в принципе, иногда можно понять размер макаронного изделия. Они – значит большие. Эти – маленькие. Ини – мелкие. Вермичели. Паста, известная нам как вермишель. Получила свое название от слова «дерми», что значит «червь». За счет того, что она длинная. Ну уж очень аппетитное название. Есть и другие не менее интересные названия. Капеллини – дословно значит «волоски». Это еще один сорт тонких макаронных изделий. Фарфалы – дословно бабочки. У нас известные как бантики. Арикьеты – дословно ушки. Лазанья – тоже вид пасты, но для запекания. По одной из версий рецепт приготовления пасты завезли в Италию арабские завоеватели Сицилии в 9 веке. Этой версии склонны верить больше, чем легенде, что пасту в Италию завез Марко Поло. Кто-то даже считает, что это был маркетинговый ход, который был придуман одной из канадских компаний по изготовлению макаронных изделий. Есть и такой вариант. Паста была известна еще в Китае за 5000 лет до нашей эры. Сейчас пасту можно найти абсолютно на любой вкус и кошелек. Но для 18 века данный продукт могли себе позволить только богатые и привилегированные граждане. Тогда твердые сорта пшеницы, которые являлись обязательным ингредиентом, выращивались только на Сицилии и только потом распространялись по Италии. Позже производство макаронных изделий приобрело масштабы и стали создаваться специальные оборудования для нарезки и сушки изделий. И блюдо стало распространяться и в других странах. Но для жителей других частей света было загадкой то, как изготавливается данный продукт. Где-то в 50-е даже гуляла шутка о том, что существует некое дерево спагетти. Больше чем пиццу итальянцы любят разве что пасту. Более 20 килограммов съедается одним человеком за год. Композитор Россини был таким фанатом данного блюда, что заказывал себе целые ящики неаполитанской пасты. Режиссер Федерико Феллини утверждал, что жизнь это сочетание магии и пасты. А французская актриса Катрин Денёв говорила, что у итальянцев всего две мысли в голове, одна из которых спагетти. Ризотто. Название блюда из риса с мягким сливочным вкусом означает дословно маленький рис. Для приготовления ризотто используется богатый крахмалом рис сортов Арборио, Бальдо, Падано, Рома. Во время готовки в рис постепенно добавляется кипящий бульон, который придает рису характерный вкус. Родиной блюда является Милан. Существует и такой рецепт приготовления ризотто как ало меланезе, что значит по-милански. Это желтое ризотто, цвет которому придает шафран. Согласно легенде, в миланском соборе Дуомо работал один подмастерье. Пока он расписывал витражи, случайно уронил в котел с ризотто, обмазанную шафраном кисть, который использовал в качестве желтой краски. Есть и мнение, что в эпоху барокко каждое блюдо старались окрасить в золотой цвет, который считался цветом роскоши. Причем для этого действительно в блюда добавляли частички золота, но позже заменили его на шафран. Сейчас ризотто делают с чем душа пожелают. С мясом, тыквой, сыром, морепродуктами. Тирамису и панакота. Настало время самого известного итальянского десерта с сыром маскарпоне, кофе, печеньем савоярди, известным также как дамские пальчики. Название его пошло от итальянской фразы «тирами су», что дословно значит «тяни меня вверх» или «вознеси меня», имеется в виду «подними мне настроение» или «приободри меня». Версии происхождения десерта несколько. Большинство историков утверждают, что тирамису появился в 60-е годы в городе Тревизо, недалеко от Венеции, в одном из ресторанов, в котором работал шеф-повар Роберто Лингуанотто. Долгое время по работе он проводил в Германии и однажды решил соединить баварские рецепты с итальянской традицией угощать детей желтками, взбитыми в сахаре. А есть легенда, что похожий десерт был приготовлен в городе Сиена, региона Тоскана, в 17 веке для герцога Козимо III Медичи и назывался «Дзупа дель Дука», дословно суп для герцога. Но никаких доказательств такой версии не существует. Другая известная итальянская сладость – панакотта, что можно перевести как «вареные сливки». Это десерт из региона Пьемонт, сделанный из сливок, сахара, желатина и ванили. Чтобы приготовить панакотту, необходимо нагреть и варить на слабом огне в течение 15 минут сливки с сахаром и ванилью. Потом добавить желатин и разлить в специальные формочки. Подают панакотту с фруктовыми соусами, кусочками фруктов или ягод, шоколадным и карамельным соусом. Но когда-то давно в таком десерте использовали вареные рыбьи кости вместо желатина, а сахар не добавлялся, потому что дорого стоил. Лимончелло. Сразу после Кампари по популярности среди ликеров в Италии идет лимончелло. В основном его выпускают в Южной Италии. Для его приготовления настаивают лимонную кожуру в спирте в течение 3-5 дней. Добавляют сахар. Нередко лимончелло предлагают в гостях или в ресторанах после приема пищи, так как он является так называемым диджестивом – напитком, который помогает в пищеварении. Если обратиться к первому тому словаря пьемонского, итальянского, латинского и французского языков, то слово лимончелло буквально значит «маленький лимон». Лимончик. Версий происхождения напитка множество. Кто-то считает, что его изобрели рыбаки Южной Италии с целью согреваться по утрам. Кто-то, что это были фермеры, которые расслаблялись за рюмочкой после трудового дня. Но официальное начало истории напитка связывают с Марией Антонией Фараччи. В 1900-х годах она начала продавать тот самый лимонный напиток собственного приготовления в баре своего племянника. А спустя почти 90 лет внук Марии по имени Массимо Канале продолжил семейный бизнес, зарегистрировав бренд лимончелло. В наши дни можно найти также мелончелло от Мелоны – дыня. Одним из самых преданных поклонников лимончелло является американский актер итальянского происхождения Денни Девитто, который даже создал свою марку Денни Девитто с премиум лимончелло. Друзья, это был наш выпуск про итальянские блюда. Пишите в комментариях, какие еще вы бы сюда добавили. Если ролик вам понравился, жду заслуженный лайк и обязательно подписывайтесь. Пишите в комментариях, в какую точку планеты вы бы отправились и чьи блюда попробовали. Обязательно пишите, что вам интересно узнать. Факты, события, достопримечательности. Это помогает мне планировать поездки и снимать ролики на самые интересные темы. Например, недавно по вашим просьбам я выпустил ролик про мега постройки в Дубае. У меня также есть второй канал про международное образование, где я рассказываю о возможностях учебы и переезда за границу. И разные интересные истории о крупных компаниях и известных людях, которые меняли мир. Называется канал SMAPS Education и я рекомендую подписаться на него школьникам, студентам, родителям, если вам интересна тема учебы за границей. На канале SMAPS я рассказываю то, что вам не расскажет преподаватель в школе и университете. И эта информация собиралась целой командой экспертов международного образования за годы работы в России и за границей. Субтитры создавал DimaTorzok